А сейчас мы идем на производство. Это как раз информация для тех, кто говорит, что все делается в Китае. Не все! Вы видите, как машина выплевывает буквально некоторые плитки. Видимо, она по калибру не подходит. Сейчас мы будем смотреть, как плитка покрывается глазурью, на которой же будет наноситься рисунок. И традиционно я вам покажу свой номер. Продолжение следует... Привет, друзья! Я Ольга Куликина, дизайн интерьеров. И снова я с вами. Мы сейчас находимся в Испании. И мы будем смотреть различные испанские фабрики, производства и коллекции с их большим ассортиментом. То есть на выставке, когда я в Италии была, в Болонии, конечно же, все это невозможно представить. А сейчас более такое глубокое погружение. На самом деле, в таких поездках я бывала не раз, особенно много ездила по Италии. Она была на одном из крупнейших производств в Испании. Но я считаю, что надо и выставки смотреть, и ездить по фабрикам. Да, и самое главное «но», что тогда я не снимала. Но я тогда писала статьи и размещала у себя на сайте. Обязательно почитайте. Ссылочку на статьи я оставлю в описании. Друзья, еще недавно вы со мной были на выставке Черсай в Болонии. И вам показывались возможные новинки. Сегодня мы приехали на одну из фабрик в Испании. И здесь мы видим полную коллекцию уже, которую изготавливает фабрика. В частности, мне нравятся вот эти вот варианты объемной плитки. Объемы сейчас в моде, да. Это треугольник объемный. Это гексагон. Вот я поближе покажу, как это выглядит. И мы сейчас вместе посмотрим стенд, на котором есть плоские... Сейчас я буду искать. Так. Вот эти объемные гексагоны. И где-то тут они были плоские. А, вот треугольнички. Видите, вот из таких треугольничков складываются такие красиво объемные рисунки. Есть еще золотой и синий цвет, что является большой редкостью. Вот, опять же, синий, золото. Так, здесь ничего. Вогнутые кирпичики. Вы видели мои проекты с выпуклыми кирпичиками, с плоскими кирпичиками, с мелкими кирпичиками. Мы сейчас делаем как раз проект. Дом в Лукоморе. Если вы не видели еще это видео, то посмотрите. Ссылочку я на него для вас специально оставлю в описании. А здесь вот такие вогнутые, посмотрите. Тоже они могут смотреться очень интересно. И в таком молочном любимом для вас цвете. Есть даже синий, желтый. Вот мне синий очень нравится, ультрамарин. Есть с мрамором, но, как вы видели на выставке в Болонии, Черсай, большой популярностью пользуются, конечно, плиты большого размера под мрамор. Они такие мелкие. Такие мелкие мне нравятся цветные. Вот гексагончики. А вот эта вот коллекция как раз впервые на меня привела впечатление, наверное, лет пять назад, когда появилась на рынке. Ее очень сложно выкладывать, на самом деле, в дизайн-проекте. Все это как бы рассчитывать, прорисовывать. Но интерьер получается очень красивый. Кажется, мы делали такой вариант. Трехэтажная квартира в Павловске. Тоже ссылочку, конечно, для вас оставлю в описании. Посмотрите. А вот это, помните? Дом в Лукоморе. Мы сейчас такую плиточку выкладываем. А, ну и вот. То, что я вам хотела показать. Треугольнички. Вот они плоские. Видите? Вот такие рисунки складываются. Но еще складываются из них вот эти вот рисунки. И посмотрите, как это смотрится уже в объеме. Ну, как бы интерьерные решения. И, конечно же, мне понравилась вот эта коллекция. Видите, много-много километров пляжей в Испанию выложили этой плиткой. Это спецзаказ. Посмотрите, какая красота. Ага, вот и просто. Вот видите? Широкая цветовая гамма. Небольшой выбор цвета. Вот такие круги. Посмотрите, какая интересная форма. Называется лосанга. И она в больших... Ну, как сказать, здесь достаточно широкая палитра. Как я уже показывала, вот это можно сочетать. Например, пол. Кстати говоря, я не сказала, вот это керамогранит. А это настенная плитка. И можно вот это все сочетать очень красивенько. И, конечно, вот этот вот цвет морской волны изумительный. Кстати, он очень красиво сочетается с розом. Посмотрите. На мой взгляд, очень классно. Но в моде, вы помните, сейчас терракот. Вот такой цвет. И интерес представляет вот эта плиточка. Видите? Она такая, как бы, неровная. Да? И на стенде она представлена. Вот, как бы, вот этот вариант. Это, видите, как бы, кажется, квадратики разного цвета. Но по коллекции идет по названию. Это один цвет. То есть, когда вы заказываете из этой коллекции плиточку, вы должны быть готовы к тому, что она будет в разных оттенках. И в этом своя прелесть как раз. Вот здесь тоже всевозможные нежные пастельные оттенки. Ну, а это, конечно, Лос-Анбо. Мне вообще понравилось. И обратите внимание, можно горизонтально располагать, как на том стенде. Можно вертикальное расположение делать. И маленькие помещения будут казаться более высокими. Ну, и гексагоны. Вы знаете, что у многих фабриков, вы видели на выставке, они бывают там белые, серые, черные. И только вот здесь на производстве есть они, так видите, розового, пудрового цвета очень модного. Это почти терракотовый. Здесь тоже какие-то оттенки желтоватого. Есть, само собой, белые. Ну, вот здесь еще какой-то есть суперический зеленый. Посмотрите. Один оттенок зеленого. Второй оттенок зеленого. Этот какой-то серо-зеленый. Это просто серый. Ну, изумительно. Да, классно. Можно вообще поиграть в интерьере. Ну, вот эта вот плитка кривая мне, конечно, нравится. Она такая, как старинная. Ну, и, безусловно, вот эти цвета представляют интерес. Такой красный, синий. С такими цветами можно создать сочные интерьеры. Ну, я думаю, что скоро в наших проектах тоже это что-то появится новенькое. А вот этому дереву 400 лет. А дерево – это не иначе, как олива. На самом деле, эта поездка в Испанию, она такая образовательная. Вот. Мы все время стараемся развиваться, образовываться, находить новые коллекции, узнавать про существующие фабрики, много интересного. Летели мы из Санкт-Петербурга через Москву. Устали, конечно. Приехали, поселились в отеле. Там буквально 30 минут было на сбор, чтобы ехать уже сюда. О-о-о-о! Смотрите, что! Какая преграда! Ой, мама родная! Сейчас так. Ой, мамочки, вспомню школу так. Опаньки! Ой, 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 ой! А-ха-ха! А сейчас мы идем на производство. Это как раз информация для тех, кто говорит, что все делается в Китае. Не все. Еще что-то делается в Испании, что-то делается в Италии, что-то делается в Германии. И мои съемки с этих производств об этом достоверно говорят. Сейчас вынят номер! Видите, мы находимся на производстве. Все работает. Сейчас будем подниматься по мостику. Так. Ой, мне главное. О-о-о! Смотрите. Ой! Вот уже что-то пищит. Боже мой, мне страшно. Сейчас мы будем смотреть, как плитка покрывается глазурью, на которую же будет наноситься рисунок. Вот, смотрите, как шоколадки, где будет. Вот так вот. Вот в таких рабочих условиях я нахожусь. Видите? Вот так вот шаг за шагом мы следуем за плиткой. И видим, как она производится. От штамповки самих, как бы, ну, вот этих пластиков. И до глазури, ну, глазури, вот глазурь уже, да. Здесь вот такими-то кубиками складывают. Когда видишь все своими глазами, понимаешь, где что берется. Вот не знаю, сейчас слышно будет меня или нет, потому что тут шумит производство. Но на самом деле мы приехали из Санкт-Петербурга, в котором плюс 10 и дождь. А здесь, хоть и пасмурно сегодня, оно плюс 25. А здесь на производстве вообще жуткая жара. Очень жарко. Вы видите, как машина выплевывает буквально некоторые плитки. Видимо, она по калибру не подходит. И это разбраховка, разбраховка так называемая. Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Друзья, нас поселили в отеле «Четыре звезды». И традиционно я вам покажу свой номер. Это холл. Здесь, видите, зеркало. Можно верхнюю одежду повесить. Дальше. При входе, естественно, есть санузел. Что у нас в санузле. На мой взгляд, потолочки так себе. Я даже не знаю, мне кажется, у нас в таких, совсем в экономичных квартирах делают такое. Ну, в моих интерьерах такого нет. Ну, все традиционно. Есть ванна. Есть душ с ручной лейкой. Ну, может быть, интерес представляет стеклянная столешница. Стеклянная столешница с раковиной консольного типа. Это то, что сейчас было модно. Ну, точнее, не было. А то, что сейчас было представлено как тренд на выставке «Черсай» в Италии. Вот, видите, раковина встроена в столешницу. И консолька. Сюда можно повесить только плотенчика. Ну, само собой, унитаз неизвестного для меня производителя. Плиточка. Ну, с имитацией камня. Средний формат, наверное, я не знаю, 30 на 60. Вот. Двери, обратите внимание, до потолка. Эти нет здесь проема от коробки, а здесь двери в потолок. Ну, вот это как раз современно. Современно, симпатично. Сейчас посмотрим, если мы здесь закроем. Ну, единственное, на мой взгляд, если бы вот этот шпон был не только на двери, но и на стене, это смотрелось бы уже как скрытая дверь. Ну, кровать двуспальная. Я думаю, что здесь она не сдвигается, не раздвигается. Не знаю, что тут такого вот интересного и особенного. Так, как вот включается это, это неизвестно. Шкафчик платяной. Ну, и как всегда, что тут? Мини-бар. Мини-бар. Столешница рабочая. Вот я, например, видеофильм скачаю на компьютер и отправлю своему монтажеру, чтобы не задерживался монтаж. Шторы спрятаны в такой нише, да, на скрытых карнизах. Ну, вид из окна оставляет желать лучшего. Но мы же по работе приехали. Поэтому, как бы, все так скромненько. Скромненько. А это что такое? Это обои. Друзья, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Не забывайте про Инстаграм, в котором я выставляю новые проекты и немного каких-то новинок с выставок и путешествий. У нас это деловая поездка. Ну, деловая поездка на фабрике за рубежом – это, ну, еще и развлекательное такое путешествие. Мы смотрим страну, нас угощают разными вкусностями, присущими для той или иной страны. Вот. И я люблю ездить в такие поездки. И, кстати говоря, ну, много раз ездила на фабрике керамической плитки. Просто тогда я не снимала видео, к сожалению, не показать было вам. Вот. А сегодня я вот снимала для вас. Я думаю, это было интересно. Если интересно было, то ставьте лайки. Напишите комментарии, что вам понравилось из сегодняшнего видео. Я думаю, что я приму на заметку. Если что-то я недостаточно хорошо осветила, я уже там на следующих видео это сделаю иначе. Чтобы вам было более полезно и понятно. Не забывайте про Инстаграм, где вы будете видеть наши новые проекты, нашу работу, какие-то путешествия. Подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь на мой канал, потому что вас ждет много нового, интересного и полезного. А сегодня всем пока! Мы поднялись на высоту восьмиэтажного дома. На самом деле безумно боюсь высоты. Вот я сейчас вам покажу, где мы находимся. Посмотрите. Все видим сверху. Посмотрим здесь на полу, что тоже выложили, какие-то оттенки. Вот как бы всем известный пейчворк. Потом, ну вот традиционные цвета. А это вот бежевый и серый. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok